Когда в ноябре 2011-го правительство утвердило новый перечень технически сложных товаров, на которые действуют ограничения по обмену и возврату, это казалось вполне оправданным шагом. Прогресс не стоит на месте, а старые списки уже давно морально устарели. Но, как ни парадоксально, после принятия этого нововведения возникло очень много споров между продавцами мобильных телефонов и покупателями. Покупая себе новый мобильник, Константин Цурганов остановил выбор на многофункциональном смартфоне. С таким и работать проще, и в свободное время не соскучишься. Но каково же было его удивление, когда уже на первой эксплуатационной неделе умный аппарат стал откровенно барахлить. При разговоре заключается или теряет сеть, то есть, ну, явные, как бы, дефекты телефона. Промучившись месяц, наш герой решил разобраться, в чем дело. Я обратился с ним к претензии, попросил их взять в телефон мой на проверку дефектов, и там в течение 10 дней они должны были по закону мне или вернуть телефон уже исправленный, или деньги. Самым подходящим для Константина вариантом был именно возврат наличности. Телефон, который сломался, едва начав свою трудовую жизнь, даже после ремонта вряд ли вызвал бы у него доверие. В результате они сообщили, что вышла новая поправка законодательства, и теперь этот телефон они могут только отремонтировать, деньги они вернуть мне не могут. От претензий своего клиента магазин прикрылся новым перечнем технически сложных товаров, которые правительство приняло в конце ноября прошлого года. Для этой особой группы в законе о защите прав потребителей предусмотрены особые правила обмена и возврата в случае неисправности. Беспрепятственно сделать это можно только в первые 15 дней после покупки. Уже на 16-й вам остается уповать лишь на то, что дефект признают существенным. Но нашему герою, терпевшему неудобства вдвое дольше, не повезло и здесь. То, что парад теряет сеть, это действительно не такой существенный недостаток? Ведь это же не позволяет пользоваться. Это устранимый недостаток. И сервис, выявив неисправность, подтвердил, что у него неисправен какой-то из компонентов. Но он является устранимым, и в этой причине мы, к сожалению, не можем удовлетворить требования потребителя. Впрочем, позиция магазина, признавшего смартфон Константина технически сложным товаром, только на первый взгляд кажется такой непоколебимой. В предыдущей законодательной версии, протянувшей почти 15 лет, речи о сотовых вообще не шло. А вокруг вопроса, входит или не входит мобильник в расширенный новый перечень, сегодня ломается немало юридических копий. Повод к этому, как водится, дали сами законотворцы. Слов сотовый, мобильный и даже телефон в документе днем с огнем не сыщешь. Единственное более или менее подходящее определение есть в шестом пункте. Оборудование навигации и беспроводной связи, имеющее сердцовый экран и обладающее двумя и более функциями. Неудивительно, что эта сама по себе туманная формулировка тут же породила несколько разных трактовок. Обыкновенные сотовые телефоны с обыкновенным экраном не являются технически сложным товаром, а только те, которые имеют все основные экраны и функции две и более. Сторонники другой позиции считают, что под этот пункт подпадают все без исключения мобильники. Требования к экрану и функциям якобы относятся только к упомянутому в тексте оборудованию спутниковой связи. Такое понимание не совсем в ладах с правилами русского языка, но все же имеет место быть. Как и совершенно противоположная позиция, согласно которой про сотовые в шестом пункте речи вовсе не идет. Средства связи понятие широкое и можно сюда по своему усмотрению причислять много каких товаров. Мы говорим о конкретном товаре, каких-то документов, которые говорят, что конкретно сотовые телефоны сюда входят, у продавцов нет. Дополнительным основанием для такого вывода служит и то, что в России сотовые проходят сертификацию как носимые или абонентские радиостанции, а данных товаров в перечне точно нет. Обратив внимание на начавшуюся неразбериху, свое веское слово сказал и Роспотребнадзор, посчитав причисление мобильников к лику сложной техники излишним. Впрочем, многие представители бизнеса при таком разбросе во мнениях уже давно сделали самостоятельные выводы. Очень долго спорили, можно ли признать сотовые телефоны, отнести к нему. И в итоге наши юристы при консультации, в том числе с некоторыми отделами защиты прав потребителей и независимой экспертизой, пришли к выводу, что все-таки, несмотря на трактовку Роспотребнадзора, сотовые телефоны можно отнести к оборудованию беспроводной связи для бытового использования, особенно аппарат, обладающий сенсорным экраном. Спор о том, состоятельна такая позиция или нет, видимо, будет идти до тех пор, пока само правительство не выпустит разъяснение к принятому документу. Ну а пока любой, кто спустя две недели с момента покупки решит вернуть в магазин неисправный мобильник, а особенно смартфон с сенсорным экраном, должен быть готов доказывать свое право на это в суде. Будем обращаться в суд. Я как бы не намерен кому-то свои деньги дарить.